МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Главная тема дня. Речь пресс-секретаря правительства Западной Армении. Франция осудила Азербайджан, призвав своих граждан не посещать эту страну. Иран не намерен отказываться от своей позиции по Зангизурскому коридору. Международное право существует. У нас есть более благоприятные условия для его применения. Население Арцаха должно вернуться. ОКАМПО. Совершенный против армян геноцид, преступления против армянского народа и всего человечества. Сенат Мексики внес свой вклад в предотвращение будущих преступлений. АКОП Аршакян. День паломничества в церкви Сурбхач Ахалкалаки. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 14 сентября с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армену Исаакян. Представив речь президента Республики Западной Армении Лидии Маркусиан и председателя Национального совета Республики Западной Армении Арменака Абрамяна. Госпожа президент выразила удовлетворение по поводу проведенного летнего университета. Отметив, что мероприятие прошло в соответствии с ожиданиями, подчеркнув, что многие узнали о существовании Республики Западной Армении. Президент отметил, на мероприятии присутствовали представители Армении и Франции и подчеркнули важность масштабной работы, которую проводят в ООН Арменак Абрамян и Лития Маркусиан. Арменак Абрамян сообщил, во время мероприятия мы связались с представителями Западной Армении, участвующими в 12-й литургии церкви Сурбхач Ахтамара, которые передали свои приветствия участникам и благословили конференцию. Франция осуждает произвольное и явно дискриминационное обращение, которому подвергся наш соотечественник Тео Клерк в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции. 10 сентября Тео Клерк за граффити в метро был приговорен азербайджанским судом к трём годам тюремного заключения. Двое соучастников, имеющие иное гражданство, были приговорены к штрафу. После ареста нашего соотечественника в апреле прошлого года посольство Франции в Баку связалось с компетентными органами Азербайджана, чтобы обеспечить консульскую защиту в интересах нашего соотечественника в соответствии с положением Венской конвенции. Гражданам Франции, в том числе лицам с двойным гражданством, из-за риска произвольного задержания и несправедливых судебных процессов рекомендуется воздержаться от поездок в Азербайджан без весомых причин. Судебная система которой не даёт никаких гарантий независимости в вопросах защиты прав. По вопросу Зангизурского коридора Иран твёрдо стоит на своей позиции и не намерен идти на уступки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на социальных сетях Корпуса Стражей Исламской Революции. Также отмечается, как региональная держава Иран на протяжении десятилетий доказал свою стойкость, в том числе победив в войне против режима Сатама Хусейна. Иран ясно показал, что никакая внешняя сила, будь то политическое или военное давление, не может ослабить его влияние. Любая попытка нарушить региональное равновесие, обходя интересы Ирана, столкнётся с решительным сопротивлением, и страна продолжит отстаивать свои позиции по всем политическим и стратегическим вопросам. Международное право существует. «У нас есть более благоприятные условия для его применения, и население Арцаха должно вернуться». Об этом в Ереване заявил первый главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Оккампо, призвав освободить армянских заложников и прекратить геноцид. Оккампо подчеркнул, что международное право всё ещё в силе, и важно правильно его применять. Население Арцаха имеет права, необходимо разработать план по их возвращению и защите прав. Армяне не одиноки, международное сообщество на их стороне. Армянский народ должен сплотиться и получить международную поддержку для освобождения заложников. Он подчеркнул, что в Баку нет независимых судей, и судебные процессы несправедливы. Отметив роль МУС, Оккампо подчеркнул, Армения приобрела новую систему обороны, присоединившись к МУС, и международное право может быть использовано для защиты прав населения Арцаха. 13 сентября заместитель председателя Национального собрания Восточной Армении Акоп Аршакян провел встречу сенатором Мексики, председателем Бюро женщин, парламентариев Межпарламентского союза Синтии Лопес Кастро. Аршакян подчеркнул важность углубления сотрудничества между законодательными органами двух стран и выразил благодарность Сенату Мексики за признание и осуждение геноцида, отметив, этим шагом Мексика способствует предотвращению преступлений против человечества. Также во время встречи были обсуждены последние события в отношениях между Арменией и Азербайджаном. 15 сентября Святая Армянская Апостольская Церковь отметила праздник Хачверац. В Ахлакалатской Церкви Сурбхач стал Днем Паломничества. В этом году в церкви были выставлены мощи апостола Фомы. Праздник Хачверац – последний из пяти праздников Армянской Апостольской Церкви и отмечается вознаменовение возвращения Креста Господня и его возведения на Гохкотте. Оставаясь верным своей миссии и зрителю телевидения, Западная Армения продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события о истории, настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армения. Дело ее доступной и понятной. Наша сила в единстве. Вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую родину. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok